Несанкционированные свалки в Мормонске — беда, которую не удается решить многие годы. Одно из таких мест незаконного складирования старых шин находится на улице Три Ручья на западной стороне залива. Возможно ли раз и навсегда ликвидировать свалку, пытался выяснить глава администрации Евгений Никора. Стихийная свалка на улице Три Ручья — давняя проблема этого микрорайона. У заброшенного ангара на берегу Кольского залива и раньше лежал мусор. 150 тонн старых шин от автомобилей и спецтехники вывезли по распоряжению сити-менеджера. Но чистая территория оставалась недолго. Довольно быстро мусор начал копиться снова. Здесь технологически невозможно на 100% ограничить въезд на эту территорию, поскольку это сквозной проезд к промышленным объектам. И очень мне обидно. Очень обидно на то, что продолжают складировать покрышки. Очень обидно на то, что деньги, которые тратит администрация, немалые деньги, с одной стороны они используются целевым образом, с другой стороны они не дают того эффекта, которого бы мне хотелось добиться. А сумма на ликвидацию городских свалок, таких как эта, выделена немалая. 8 миллионов рублей. А в течение года добавили еще 4. Вывезенный хлам уже утилизируют. Занимается этим специальная организация, с которой заключен договор на утилизацию. Вывозят, здесь отсюда вывозят прям большегрузными автомобилями. Просто сжечь ее невозможно. Соответственно, она должна быть порезана, использована на вторсырье. Но для этого нужны специальные заводы, которые в принципе в Мурманске на сегодняшний день такого завода у нас нет. Надеемся, что в ближайшее время рассмотрим этот вопрос и возможно у нас такой завод появится. Несмотря на то, что в Мурманске есть организации, утилизирующие покрышки, северяне сдают их в шиномонтажки за деньги. А нечестные предприниматели просто бросают его на свалки. В ближайшее время по поручению Евгения Никоры здесь появятся камеры видеонаблюдения. Они помогут выявлять нарушителей, складирующих опасный мусор на берегу залива, ловить их и наказывать согласно закону. Кроме того, обсуждается создание новой системы утилизации опасных отходов. В очередной раз с правительством Мурманской области, с региональным оператором и с одним из российских заводов, которые занимаются по всей стране сбором старых автомобильных покрышек, обсуждали создание постоянно действующего механизма сбора автомобильных покрышек на территории Мурманской области и их реализации, соответственно, в других регионах. Таким образом, новая система простимулирует автовладельцев к правильной утилизации опасных отходов. Также, по словам сити-менеджера, на 2021 год запланировано выделить 10 миллионов рублей на ликвидацию несанкционированных свалок в Заполярной столице. И, конечно, уборки будут проводиться до тех пор, пока горы мусора не исчезнут.